добрый добрый день коллеги добрый день татьяна викторовна давайте все-таки проверим звук если все хорошо вот слева от вашего чата есть огонечек и просто на него нажмите я пойму что вы меня слышите видите и мы с вами на связи давайте знакомиться с теми с кем еще не знакомы меня зовут мария такмянина я психолог из екатеринбурга тренер психолог и методист международной школы лидерства практикующий психолог детский нейропсихолог ну и работаю с детьми от 6 до 16 лет и с удовольствием поделюсь наработками сегодня у нас будет вебинар практический теория много она будет самое главное важное и сжатое остальное время с вами ждать разные упражнения будем работать в разных техниках ну что же давайте начнем говорить про эмоциональную сферу мне сейчас хочется для вас задать некую схему о которой вы сможете корректировать свою работу понимать правильно ли вы делаете или нет и и давайте мы в начале нашей встречи говорим поговорим о неких нормативов развития эмоциональной сферы у детей в каком возрасте что должно происходить в этой сфере и каким образом эмоциональная сфера будет развиваться я честно говоря предпочитаю не говорить о эмоциональной волевой сфере потому что это во многом разные механизмы конечно не связаны друг с другом но все-таки мы будем говорить про эмоции и так как возникают эмоции у детей вообще что это такое эмоции это наш с вами рабочий инструмент для того чтобы каким-то образом взаимодействовать с окружающим миром эмоции есть у человека есть высших млекопитающих но у человека спектр эмоции конечно гораздо богаче и как у ребенка начинают формироваться эмоции давайте мы с вами посмотрим и так рождается прекрасной семье маленькая лялечка и это лялечка уже рождается не абсолютно спокойным человеком потому что у ляльки есть предустановленные эмоции как мы получаем какое-нибудь оборудование с предустановленными программами так и у малыша уже кое-что есть потому что ему с первых же дней нужно заявлять о себе нужно как-то взаимодействовать с окружающим миром и эти эмоции они инстинктивны их еще психологи называют базовые эти эмоции нужны для одной только цель для того чтобы ребеночек выжил а для того чтобы маленький беззащитный ребеночек выжил нужно чтобы его услышали таким образом на любые изменения в своей окружающем мире в ближнем окружении ребеночек будет реагировать такими громкими криками что никто из взрослых не сможет пройти мимо и вот это механизм он врожденный то есть несмотря на то где родился ребеночек где-нибудь в африканском племени или в мегаполисе он будет реагировать в начале примерно одинаково и вот такие вот эмоции базовые инстинктивные те с которыми мы все рождаемся они укладываются вот в этот небольшой список первое это страх вы все видели как детки пугаются это интерес предвкушение радость отвращение агрессия и скука это вот те эмоции которые ребеночек может выражать самом начале своей жизни ну и в период новорожденности это сигнал о своем самочувствии способ общения с миром с окружающими людьми конечно прежде всего со своей мамочкой и время проходит и мозг ребенка еще очень несовершенный начинает устанавливать причинно-следственные связи и он каким-то своим подсознанием понимает что если мамочки хорошо по улыбаться то мамочка задержится подальше она не только накормить но она еще и пощекочет поговорит по вука вот и также ребеночек понимает что если очень громко рыдать то мальчика прибежит и сделает хорошо это идеальный вариант дают но бывают не идеальные варианты бывают варианты когда ребенок громко рыдается мама не идет потому что она воспитывает ребенка по строгости по режиму по часам и он может там полтора часа кричать прежде чем она его покормит бывает и другой вариант когда мама не дает ребенку хорошо прокричаться и старается сделать так чтобы все 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 потребности ребенка сразу же были удовлетворены и это приводит вот и другой случай приводит к тому что эмоциональная сфера ребеночка начинает затухать а зачем первом случае незачем потому что бесполезно а во втором случае не незачем потому что мир и так понимает что ты хочешь не обязательно выражать эмоции то есть вот это вот самые важные вещи в эмоциональном плане на период младенчества если вы сталкиваетесь с такими ситуациями в жизни то есть у вас есть свои детки внуки может быть вы работаете в доме малютки и такое бывает вот просто об этом помните а мы с вами двигаемся дальше потому что я чувствую что большая часть аудитории это педагоги дошкольного образования возраст 1 3 года наша история с эмоциями продолжается и уже возрасте от 1 до 3 лет ребенок осознанно начинает использовать эмоции для общения со взрослыми людьми а то есть он с помощью эмоций устанавливает социальные связи это может быть по-разному происходить он может улыбаться он может показывать страх показывает злость а он может устраивать длинные предлинные замечательные яркие истерики то есть он вот в этом возрасте до 3 лет пробует весь спектр эмоций которые у него есть на пригодность скажем так что работает и что не работает и здесь в основном тоже ребенок растет еще в родительской семье здесь тоже очень важно а как на это реагируют родители то есть если при устраивании первой истерики ребенок быстренько напугал маму и получил все что нужно он понимает истерика работает если ребенок при возникновении сильного страха получил от мамы слова чего ты тут боишься мальчики настоящие этого не бояться ну например взять анализ крови до пальчик ткнуть он понимает что нужно эмоции блокировать то есть уже к трем году ребенок со своими базовыми эмоциями разобрался они стали его инструментом но здесь еще способность контролировать свои эмоции только начинают формироваться то есть он может проконтролировать свои эмоции но очень очень мало и слабо и поэтому когда взрослые говорят перестань плакать чудо плачешь перестань немедленно он просто иногда не может это сделать и здесь нам нужно наверное не командовать а прежде всего принимать эмоции ребенка и учить его как с ними разбираться контейнировать эмоции то есть к трем годам детки уже чуть-чуть сдерживают эмоции они могут их называть ну и конечно же используют эмоции в коммуникации самое интересное происходит в возрасте от трех до семи лет потому что на основе базовых формируются приобретенные выученные эмоции и это уже результат нашего с вами воспитания потому что такие эмоции возникают при общении ребенка со взрослыми и с миром людей вот сложные еще их называют приобретенные или сложные эмоции они в себе каждая содержит большой набор базовых но например зависть это страх это злость это предвкушение это много чего-то еще например в такой эмоции как вина там есть злость на себя да есть страх что выгонят из человеческого общества есть печаль за то что сделал может быть есть агрессия что-то еще вот то есть каждая смешанная приобретенная эмоция она состоит из большого количества других эмоций и они очень разные то есть здесь проявление эмоций она зависит от менталитета от того как ребенок воспитывался в родительской семье какие там были традиции проявления эмоций например у разных культур один и тот же монолог какой-то конфликт между супругами может быть выражен в очень тихом разговоре и может быть выражен где всего столового сервиза это будет примерно про одно и то же но эмоции будут разные вот такие вот эмоции приобретает ребенок уже в дошкольном возрасте и это не весь список потому что их много много и много и часто эти эмоции не очень легко выдержать и ребенок не знает как с ними обращаться если не знают как с ними обращаться то такие сложные эмоции они могут ребенка травмировать и тогда отношения с эмоциями на протяжении всей жизни будет не очень хорошая и ребеночка потом взрослого человека ждет невроз там уже будут разбираться психотерапевты это будет долго и дорого и так что мы должны отметить к семи годам то есть как должна развиться эмоциональная сфера к семи годам во первых умение определять и называть эмоции которые ребенок испытывать сам и эмоции других людей например мне сейчас страшно я удивлен вот этим я радуюсь своей победе и точно так же легко определяет эмоции у другого человека и корректирует свое поведение с учетом эмоций другого человека дальше проявлять свои эмоции социально приемлемым способом то есть злость уже к семи годам не должна выражаться в том что ребенок размахивает кулаками и бежит на обидчика она должна выражаться в том что он говорит я на тебя разозлился за это прекрати пожалуйста это делать и честно может быть для кого-то это сейчас будет удивительно и вы скажете что это фантастика но нет если эмоциями ребенка заниматься эмоциональным миром ребенка заниматься то дети вполне себе могут это сделать и даже в более младшем возрасте ну и что важно дети могут без вреда для себя и окружающих проживать сложные социальные эмоции вот теперь наверное хочется получить обратную связь в чате давайте попробуем оценить но вот для того чтобы вы все увидели картинку в целом по стране до чтобы поняли как это сейчас на этом уровне попробуйте оценить своих воспитанников проявленность эмоции эмоциональный интеллект у них то есть если все вот это присутствует эта пятерочка ну и дальше если чуть меньше присутствует и четверочка если совсем нет то есть если ребенок кричит бузит и не понимать что с ним происходит это единичка проголосуйте пожалуйста в чате просто посмотрите на ответы поставьте цифры от 1 до 5 своим деткам за развитие эмоциональной сферы и посмотрите какие цифры будут у коллег до есть у нас двойки тройки четверки пятерочка одна только промелькнула вторая пятерочка есть над чем работать нам давайте будем думать как работать что такое воспитание эмоциональной компетенции это прежде всего умение не подавлять эмоции а умение управлять эмоциями подавлять значит не чувствовать совсем управлять это значит чувствовать эмоцию принимать ее уважать свои чувства своих других людей и действовать как подсказывают эмоции и этому всему мы детей должны научить ну и поскольку я предполагаю что здесь у нас есть еще коллеги которые преподают в ладжей школе так бывает тоже на вебинарах поэтому немножко еще для вас буквально несколько слов ну а для педагогов дошкольного образования это тоже будет полезно потому что в принципе формирование выше высших чувств мы начинаем уже в детском саду что это такое высшее чувство это то что должно появиться в эмоциональной сфере за младший школьный возраст и это чувство можно сказать чувство принадлежности то есть когда ребенок проявляет эмоции определенные по отношению к объектам социальной действительности в которой он живет культурным политическим нравственным общественным и это такие чувства как чувство принадлежности гордость за то что я ученик например это дружба умение выдерживать дружбу долго не зря я говорю говорю выдерживать дружбу потому что у своих детей наблюдают что они дружбу выдерживать не могут это гордость за свою страну это эстетические чувства это чувство принадлежности может быть и к религиозной организации да если ребенок исповедует какую-то веру и вот эти чувства достаточно сложные потому что в них есть три компонента и для того чтобы эти чувства были воспитаны у ребенка нужно все три компонента учитывать то есть здесь есть обязательно интеллектуальный компонент чтобы испытывать сложное социальное чувство чувство принадлежности ребенок должен понимать о чем он принадлежит должен знать все об этой системе для того чтобы в ней разбираться это должна быть какая-то эмоциональная оценка и это эмоциональная оценка передается от родителей прежде всего от других значимых взрослых и это обязательно будет волевой компонент то есть ребенок даже маленький принимает решение принимает решение за счет собственной воли что он будет это чувство у себя поддерживать давайте на примере дружбы которая деткам так сложно дается то есть что значит быть хорошим другом что значит испытывать чувство принадлежности к другу дружки это во-первых испытывать теплые чувства другу да то есть друг должен нравиться как человек это понимание законов дружбы потому что много ребят страдают от того что они друг другу как люди нравятся то есть друг в принципе приятен но они друг другу постоянно устраивают мелкие пакости просто не знаю законов дружбы и когда проговариваем законы дружбы то ссор между друзьями становится меньше и это воля то есть сделать какой-то поступок который сохраняет дружку поддерживать отношения выслушивать друга до заступаться за друга вот это вот все поступки это волевая сфера которая поддерживает вот это сложное социальное чувство поставьте огонечек если понятно ну и мы движемся дальше по самой схеме развития эмоциональной компетенции я здесь сейчас возраст не буду писать по одной простой причине вот возрастные нормы я прописала на каждый возраст на каждый диапазон возраста но когда мы сталкиваемся с детьми то есть я работаю в тренинговом центре в школе тренинга и когда к нам приводят детей в 6 лет всем 12 в 14 и у них не наработан эмоциональный компонент мы начинаем с самого начала то есть когда вы начинаете работу над эмоциями вы начинаете со знакомства с умение определять свои эмоции справляться со сложными эмоциями и дальше вплоть до развития высших чувств вы с ребеночком эту дорогу проходите ну и с чего мы начинаем с чего мы начинаем прежде чем даже начать называть эмоции это такой очень глубокий очень сложный психологический процесс который называется контейнирование эмоций и я бы даже вот этот процесс вынесла за рамки дошкольной педагогики потому что эта работа мамы но так получается что мало кто из мам эту работу делают не потому что они не хотят и не потому что они там матери кукушки а потому что и для них самих никто контейнер с эмоциями свое время не создал и вот этот вот процесс контейнирования эмоций важно чтобы он проводился для ребенка и если такого навыка нет у мамы или если этого навыка нет педагога проверьте тоже себя на переносимость эмоций вот этот процесс нужно уже применять и к себе мы взрослые люди и никто за нас уже это не сделает но сами мы можем это сделать что это значит это значит распознать эмоции ребенка понять что он чувствует рассказать ему что он чувствует то есть проявить эмпатию проявить сочувствие сказать ему что это нормально и рассказать что делать с этой эмоции ну например я совсем недавно летела в самолете ну и есть такая легенда общенародная что самые плохие пассажиры в самолете это кто-то у нас самые пассажиры которых все избегают если этот пассажир появляется в салоне говорят ой боже все как конец я теперь маленькие дети и за мной сидела мамочка с ребенком и я порадовалась сильно тому что у нас очень грамотные родители ребенок сидит у нее на коленях и она ему начинает рассказывать я понимаю говорит она что тебе немножко страшно ну вот давай посмотрим что здесь есть вокруг смотри есть кресло есть окошечко в это окошечко мы будем сейчас смотреть вот эта тетя стюардесса она потом принесет нам водичку и вкусняшку и ребеночек сидит как бы он понимает что мама от его страха не открещивается она за его страхом идет и его оберегает потом мама говорит давай обнимемся сейчас тебе будет немножко страшно и мне немножко страшного будем взлетать взлетели в абсолютной тишине никто не пищал но и дальше мама как бы ловила все эмоции ребенка и даже ему немножко своих переливала она говорил смотри смотри как удивительно тут облака смотри какое красивое солнышко смотри нам принесли тут наборчик давай порисуем и это была очень спокойная поездка то есть детеныш ни разу не пискнул даже мамочка конечно устала но это вот такая мамская работа но я думаю что если бы он пищал всю дорогу мама устала бы больше вот это умение контейнировать если понятно огонечек слева от чата не в самом чате вот сбоку поставьте пожалуйста вот ну и теперь какие мы можем взять упражнения на знакомство с эмоциями прежде всего смотрите важно назвать для ребенка как можно больше эмоций то есть мы вот это эмоциональный мир его его чувства выводим на уровень логоса на уровень слова а когда эмоция выводится на уровень логоса то она становится управляемой это очень важно назвать эмоции угадать эмоции изобразить эмоцию рассказать ситуацию в которой она может появиться но и этот материал можно усложнять смотрите для того чтобы эту работу с ребятами сделать есть очень интересные инструменты они есть в открытом доступе но вот вот этот набор который я показываю он в открытом доступе его можно найти в сети интернет есть инструменты которые можно скачать условно-бесплатно но они недорогие как правило это наборы карточек с изображениями эмоций вот видите здесь этот набор называется монстрики чувств мои любимые монстрики пишет мария да мне они тоже нравятся потому что этот очень легкий инструмент вам вот на всем протяжении пути знакомства с эмоциями может помогать чего только с ними можно не сделать можно попросить ребенка назвать эмоцию можно даже сейчас чтобы было веселее называть то что вы здесь видите эмоции прямо цифру и как она называется если хотите конечно а что еще можно дети очень любят обезьянничать мы пробуем например попросить ребенка изобразить эту эмоцию а другие отгадывают букобяка да вот мы можем попросить сопоставить например монстрика и живого человека самое главное что работая с этими карточками ребенок учится называть эмоции на дальше мы можем попробовать рассказать да когда что с этим монстриком сейчас происходит например чего он испугался да почему он испугался ну и так далее то есть здесь работы очень очень много да спасибо вам конечно же но вот еще варианты тоже которые я в сети находила вот такие вот картиночки насколько я помню что они тоже бесплатно и то есть нужно просто их находить там разные варианты есть котики есть кактусы есть машинки есть трактора чего-то понятного в общем выбирайте на свой вкус что называется ну и чуть более сложные варианты помните я как договорила что эмоции изучаем мы начинаем с простых вариантов а потом уже переходим более сложным это уже проективные карты автор константин давлатов прекрасный практический психолог который от нас ушел уже к сожалению вижу что пишут пропал звук помогите мне пожалуйста проверить звук если все хорошо опять огонечек слева поставьте то есть звук есть все все значит это локальная проблема и она может быть поправима вот проективная карточки метафорические карты почему проективные потому что вот если я здесь буду про карты спрашивать что за эмоции на них изображена ответы будут абсолютно разные на одну и ту же картинку вот вся наша аудитория может дать разных там 10-20 ответов и это будет связано с тем что здесь как бы эмоции завуалированы и нет не столь открыты а когда у нас что-то не столь открыто мы начинаем ответы искать подсознательным то есть ребенок который столкнулся с этими карточками рассказывая про кота будет вполне себе спокойно рассказывать про свои эмоции ну и взрослые тоже ну и это классика метафорических карт это набор персонита набор большой с изображениями детских мордашек и они вот такие то есть это очень реалистичный набор и мы не можем сказать что здесь все лица эталонно красивая но они все бесконечно живые и настоящие и это тоже интересный материал но и когда мы детей знакомим с эмоциями то мы можем усложнять им работу начиная например с каких-то очень простых наборов и затем переходить к более сложным и тогда мы сначала изучим базовые эмоции а потом будем разбираться в нюансах и постепенно понимать что эмоциональный мир он очень разный и бесконечный у разных людей еще одна интересная техника на осознание эмоций техника барометра настроения здесь нужен любой набор карт с изображением погодных явлений ну и можно просто даже картинки нарезать откуда-нибудь и деткам предложить и и здесь мы ребятам рассказываем что такое барометр такой прибор который показывает погоду а у нас будет барометр настроения такой прибор который показывает нашу эмоциональную погоду ну и дети начинают искать картинки и говорить например у меня сегодня буря вот буря потому что я с мамой поругался у меня сегодняшний не так скучно у меня мелкий дождик моросит я так устал и так хочу спать ну отнесите меня в постельку что нам это дает детям всегда очень сложно эмоции вынести в логос слова и вот такая вот картинка с погодой она будет как бы мостиком таким передаточным механизмом то есть эмоцию свою услышал с погодой сопоставил а про погоду рассказал и уже раз и можешь рассказывать про свои эмоции очень даже удобно хороший инструмент ну и тоже с какими-то картинками с любыми картинками можно делать технику какой я сегодня мы даем ребятам набор картинок и говорим выбери пожалуйста картинку которая на тебя похожа ребенок выбирает такую картинку и уже рассказывает не про себя потому что про себя говорить сложно непонятно или вообще родители учили что про себя рассказывать это эгоистично а вот про картинку рассказать можно таким образом и до себя тихонечко дойдешь и про себя расскажешь из упражнений других то есть упражнения были с метафорическими картами картинками для первых жрения с разными изобразительными материалами упражнение карта эмоций например до обводим картинку берем любой изобразительный материал и начинаем раскрашивать но особым образом например говорим а где у тебя тут радость ребенок говорит а вот она у меня здесь в сердце а какого она цвета ну розовая или красная кто-то говорит зелененькая у кого-то желтенькая бывает мы говорим но закрась вот область сердца да вот здесь вот грудку красным или желтым или зеленым и таким образом у нас получается некая карта эмоций а эмоции они же очень сильно проявляются в теле и поэтому ребенок заполняя вот такую карту выслушивая свое тело на предмет эмоций начинает их видеть их телесное проявление это очень полезно для того чтобы эмоциями управлять то есть например ребенок начинает злиться он еще не понял что он злиться он еще не разогнался но чувствует что у него ручки сжимаются в булочке и его начинает немножко потрясывать и он понимает ахать я злюсь и говорит слушайте я злюсь я злюсь на тебя за то что но и как бы вот эта ситуация она скорее переведет каким-то переговором чем такой безобразной драки вот то есть это осознание эмоций в теле дальше рисование эмоций подбираем цвет материал для работы не ограничиваем во времени и даем ребенку порисовать эмоции то есть можно выдать все материалы и сказать нарисуй как ты себя сейчас чувствуешь и здесь есть некая такая опасность для педагога потому что у нас для детей есть запрет на эмоции вот попробуйте назвать какие то есть мы детям запрещаем какие-то эмоции испытывать есть эмоции допускаемые дал которые мы одобряем есть неодобряемые а есть запретные сознательные теневые но например когда ребенок радуется одобряем да когда ребенок вишь и вяжет и злится то мы говорим уфу какой-то нехороший мальчик или нехорошая девочка нельзя так злиться мы эту эмоцию назвали уже злость агрессия агрессия да но мы ее как бы замечаем агрессию замечаем и ребенка всегда останавливаем да на этапе агрессии не вся агрессия есть запретная агрессия для ребенка например точно нельзя злиться на маму или нельзя злиться на бабушку потому что она болеет или нельзя злиться на маленькую сестренку потому что она маленькая а сестренка тем временем например перепортила все тетрадки или альбомы исчеркала да вот ну и кроме злости и агрессии есть еще депрессия да игорь уже несколько раз по на вебинарах был уже я вас запомнила хорошо депрессия совершенно верно у нас мы ее как бы у детей не замечаем то есть ребенок который ведет себя депрессивно мы говорим чуть такое у тебя не может быть причин так себя вести ты не можешь так себя чувствовать но и также скорбь и печаль у детей тоже нами не признается ну то есть у него хомячок умер например и ребенок три дня рыдает и такие родители говорят что ну понятно хомяки год живут ты же знал об этом когда хомяка брал пойдем завтра на рынок возьмем хомяка нового или дву ребенок рыдает говорит не надо мне двух не надо вот этого вот вернуть но что-то уже давай веселись или чего-нибудь да то есть это у нас и непереносимые какие-то эмоции нами взрослыми непереносимые которые мы им не даем испытывать и что важно то есть когда ребенок будет это выливать на лист бумаги важно не сказать фу потому что это может быть разное если вы выдадите все материалы может случиться и у меня такой был на тренингах черпание черной краски и вот так вот вываливание на лист это может быть рисование чем-то дорваной бумаги это может быть разрывание бумаги то есть когда мы детям даем материалы говорим выли сюда свои эмоции главное потом не пойти на по пятны и все это самим пережить вот у нас тоже в центре педагог психотерапевт занимается с агрессией два подростка очень озлобленные агрессивные и с последнего занятия она принесла их чудесные живописные работы это были кактусы нарисованные покрытая полностью не цензурными словами я говорю да как так она сказала мы с ними решили что мы в слух произносить не будем но лист вытерпит и поэтому дети с огромным наслаждением делали вот эту работу и потом они выползли из кабинета с абсолютно блаженными мордашками и и и вдруг из них полилось совсем другое спасибо пожалуйста до свидания вот и ушли в абсолютном блаженстве занятие чего и требовалось вопрос и пошли очень хорошо сложнее когда ребенок почти всегда говорит я не знаю как дела я не знаю как настроение я не знаю очень часто такая ситуация мария тоже у меня часто происходит это потому что вот по моим наблюдениям родители слишком много знают ну да то есть любимый еврейский анекдот сын иди домой маме я что замерз нет ты голодный то есть родители не дают детям возможности пережить эти эмоции что делать с таким ребенком если совсем он себя не слышит то мы начинаем с ощущений даже не с эмоций а с ощущений телесных горячо холодно приятно неприятно и начинаем раскачивать как бы вот эту чувствительность самых простых телесных ощущений вот но это целая отдельная тема вот спонтанное рисование да как я уже сказала здесь главное не сказать фу все вот это пережить ну и теперь лучше не касаться темы смерти упадка замена тема жизни и развития смотрите если вы табуируете тему то есть если вы ее под запрет поставить они будут туда лезть и изучать очень старательно меня тоже клиентский случай из недавних ребенок шестилетний когда мама его садила в машину чтобы утром ввести в детский сад он ей начинал всю дорогу рассказывать последствия всех дтп которые случились в районе то есть он уже читал у него интернет был в телефоне и у мамы каждый день то есть она за рулем у нее такая сводка новостей с наших дорог она горит я доезжаю до садика у меня руки трясутся что было оказывается когда-то ребенок гулял с бабушкой и стал свидетелем дтп сбили человека насмерть не насмерть я не знаю но бабушка ему быстро закрыла ладошкой глаза и в ужасе утащила домой сказала маме только не говори и сама эту тему не поднимала то есть пока мы не вышли на терапию пока обо всем не поговорили в открытую он в эту тему смерти просто стучался ежедневно поэтому мы касаемся всех тем абсолютно потому что и упадок и смерть это другая сторона жизни если мы не признаем смерть то мы не признаем жизнь вот поэтому весь спектр эмоций мы делаем для ребенка доступны работа со сложными эмоциями рисование страхов давайте про страхи поговорим тут уже где-то близко к страхам что можно сделать со страхом страх напал и ребенок не знает а как с этим жить можно изобразить свой слава страх особенно ребенок когда не понимает чего боится то есть например страх темноты он может по-разному быть выражен да то есть ребенок может сказать я боюсь темноты потому что вор залезет в окошко а он может говорить я боюсь темноты потому что не знаю почему вот и вот когда ребенок не знает чего и почему то очень хорошо бы свой страх изобразить то есть мы страх изображаем и можно добавить какие-то детали которые сделают страх не страшным но из вариантов например ребенок в свою черную черную комнату рисует какое-то ужасное страшилище я говорю вот чтобы было не страшно что надо добавить и он такой думает потом начинает хихикать и рисует лампу а страшилище в руки дает пирожок и все и он уже хохочет все страх побежден можно конечно рисунок сжечь и зарезать разрывать но я за первый вариант за то чтобы вносить изменения упражнение страна вначале создается страна материалы любые то есть вы ее можете нарисовать вы ее можете просто на ковре выложить из конструктора можно ее сделать сочница в любой можно в юнгианской можно нарисовать на песке так или иначе есть определенная страна потом просим определить с какой стороны есть угроза то есть ребенок прямо показывает что вот отсюда будет угроза и если здесь будет угроза то есть если этот бок страны не защищен то его нужно как-то укрепить и начинаем выстраивать границы ставить защитников пограничников заполнять деталями как-то может там ров выкопать или еще что-то и ребенок вырабатывает способы защиты здесь очень важно опять-таки не подавить агрессию то есть если он говорит что вот эта часть страны не защищенная и начинают туда стягивать все свои силы нельзя говорить футом ты же девочка или ты же мирный мальчик оружие размахиваешь то есть мы проговариваем то что себя нужно защищать свои границы нужно защищать нападать первым нельзя вот если защита хорошая когда вы можете дальше развивать эту тему и например устроить нападение на страну но у меня как-то получается обычно что дракон прилетает может быть потому что на работе как раз в коллекции игрушек есть чудесные драконы в общем дракон прилетает под стенами топчется и тут уже ребенок начинает вырабатывать стратегии что с ним сделать можно его там побить из пушки а можно договориться а можно накормить можно его еще и приспособить как защитника свою страну и он будет ходить по границам и страну защищать вот такая вот работа и обязательно в этом упражнении фиксация победы для того чтобы ребенок это чувство запомнил что любой страх может быть побежден что в любой страшной ситуации можно найти какой-то выход вот это тоже очень важно диалог со страхом следующее упражнение подходит больше для старшего дошкольного возраста потому что это речевое упражнение то здесь нужно достаточно хорошо говорить но упражнение тоже великолепно великолепно работающие и на взрослых тоже представить себе страх в виде живого существа спросить страх а что ты хочешь чего тебе не хватает чего ты боишься что нужно сделать чтобы ты перестал меня пугать чем ты можешь меня порадовать и таким образом как бы ребенок со своей эмоции вступает в диалог это хорошо то есть диалог с эмоция это что это когда идет осознавание эмоции то есть теперь уже страх не захватывает целиком всю личность он вот это кусочек личности захватывает и с ним вполне можно пообщаться и как-то повзаимодействовать с помощью других своих ресурсов ну и конечно работа с детской агрессии это то что многих волнует наверно когда у нас появляется агрессивный ребеночек то не знаю что с ним делать какие-то запреты там что-то еще не помогает и тогда начинаем работать уже всерьез но прежде всего разбираемся с агрессией почему она возникает что там внутри внутри может быть много всего то есть это может быть банальный страх но и процентов 90 агрессия она возникает из страха это может быть какая-то защитная реакция потому что ребенок понимает что больше его никто не защитит абсолютно это может быть крайне низкая самооценка вот вариант расстройства поведения такого когда ребенок искренне ну как бы самого раннего детства считает что он плохой и вокруг враги то есть вокруг враги значит надо бить если враг появляется рядом нужно бить чтобы он не убил и вот из-за этого из того что ребенок считает что мир граждебен он выказывает агрессию но и до мир отвечают агрессии да там его бьют в ответ его наказывают он еще больше убеждается что мир ужасный рост ну или может быть это слабый контроль эмоций бывают такие эмоциональные дети у которых любое раздражение она переходит моментального грейсию так что мы даже отследить не успеваем за этим какие упражнения можно здесь использовать но прежде всего когда мы сливаем агрессию можно вот такой вот использовать упражнение не дружеский шарж то есть рисуем портрет обидчика и спрашиваем что можешь сделать с обидчиком хоть что расстрелять его из пистолета закрасить цветом разорвать и так далее но и разные подушки для пинаний мешочек криков успокаивающие игры с водой с песком то есть все чтобы ребенок смог успокоиться и снять лишь лишнюю агрессию упражнение на обучение самоконтролю ну и кстати вот все что я говорю это наверное не только про агрессию потому что эти же упражнения можно использовать для работы с другими чувствами сигналы гнева когда ты начинаешь злиться где первый сигнал гнева в пяточках а потом в кулачках а давай попробуем расслабить кулачки что получится не так уже злюсь а если пяточками постучать вообще хорошо услышал сигналы гнева а давай теперь ты как только почувствуешь гнев в пяточках будешь говорить я сержусь ладно хорошо и попробуем вот примерно так но и гнев на сцене очень такое очищающее упражнение мы говорим ребенку представь что вот как бы твой гнев вел себя на сцене и и разрешаем выйти на сцену и показать гнев то есть не себя а гнев я сейчас показываю в них не отрисок улаками тупой ногами катаюсь по земле вот все радуются и мне не страшно это делать потому что я же не себя играю я играю в нем значит запрета на выражение гнева нет я играю мне можно играть вот тоже очень полезное упражнение которое дает выход эмоции а дальше еще игры на познавание эмоции назови эмоцию можно играть прям с мяч как эту игру то есть перекидываем мячик по кругу и говорим называйте эмоцию кто последнюю назовет тут выиграл ну и обычно коллектив детей называют там 10-15 эмоций процессе изучения уже до 20-30 эмоций вариант еще отгадай что я почувствовал ведущие рассказывает какую-то историю а дети отказывают ну например ведущий говорит я тут себе купил мороженку вышел из магазина моя мороженка шлепнулась и и съела собака как думаешь что я испытывал а собака все говорят да вам было печально зато собака очень обрадовалась мороженки вот таким вот образом ну и рисование эмоции я уже рассказала дальше что еще важно для агрессивных детей это игры игрушки на тренировке навыков ведения диалога разные игры в которых от диалога зависит выигрыш ну например пилота диспетчер то есть пилот с завязанными глазами ведет самолет по группе до а диспетчер ну говорит правее левее иди вперед не иди вперед и так далее а пойми за слово без слов ну элементарный крокодил да то есть один загадывает слова а другие пытаются без слов отгадать что это такое вопрос от марии если ребенок злится на реального человека то первый шаг это дать понять что и именно это он испытывает да абсолютно точно то есть мы даем разрешение разозлиться обратите внимание мы не даем разрешение избить мы даем разрешение разозлиться хоть на кого и мы даем детям понять что их злость она оправдана любом случае то есть если он злится он имеет право злиться но это выразить надо так как принято у людей вот если понятно то огонечки вот мария если вам ответила плюсик поставьте в чат пожалуйста вот ну и обучаем детей конструктивному диалогу когда они обучатся то есть когда мы несколько раз то упражнение проведем на разных там объектах игрушка то они начинают уже переговоры с родителями и тогда родители прибегают взбешенные говорят почему у ребенка моего научили вообще вы что хотели я хотел чтобы ребенок был послушным ну и ну как как я прихожу к ребенку ребенок говорит мам давай договоримся в смысле договоримся я хотел чтобы ребенок был послушным понятно что происходит да то есть здесь мы очень часто в это утыкаемся что взрослые родители бабушки дедушки они не готовы к тому что ребенок получит эмоциональный интеллект они не готовы к тому что ребенок эмоции будет выражать по-человечески и иногда это очень сложная проблема иногда это нужно решать на детско-родительских уже занятиях вот ну и теперь в конце еще два две методики работы с эмоциями в наше неспокойное время они очень даже пригодятся всем я думаю это арт-терапия в работе с психологической травмой что происходит в травме если ребенок чего-то очень сильно испугался что-то страшное пережил тогда его эмоции замораживаются если совсем по-простому то есть он не может чувствовать свои эмоции совсем без эмоций жить очень сложно и нам нужно это как-то разморозить поэтому а для того чтобы вывести эмоции вот из этой травмирующей зоны нужно нужно сделать определенные вещи и вот обратите внимание на эту методику методика никольской статья описана в статье описано статья называется роль психологической защиты показание кризисной психологической помощи детям и там из описан метод серийных рисунков и рассказов где три этапа то есть на первом этапе мы рисуем либо рассказываем о самом ребенке и это мотив когда возникает доверие между взрослым ребенком ну например рисунок себя семьи или рисунок если бы у тебя была волшебная палочка второе когда уже доверие есть ну как психотерапевт и говорят сложился альянс между ребенком и помогающим специалистам и здесь уже можно рисовать рисунки или рассказывают создавать на тему я боюсь я переживаю и тут ребенок как бы на бумагу либо в слова выливает свои эмоции и завершает эту технику третий рисунок это рисунок счастливого будущего то есть мы как бы находим ресурсы на то чтобы ситуацию преодолеть вот а если вам нужно я сейчас просто такой краткий краткое описание сделала можно просто перейти по ссылке и посмотреть если ребенок дерется дома как быть ну вот то есть три этапа с агрессивным ребенком еще раз то есть мы учим его агрессию выносить на какой-то другой объект неодушевленный второе это свою злость переводить в слова и третье это конструктивно договариваться но здесь очень важно что если он дерется и получает все что нужно тогда он будет продолжать это делать здесь еще важно чтобы он дрался и не получал то что нужно а получал то что нужно другим путем для работы с детьми подросткового возраста нужны принципиально другие методики и если обучающий вебинар именно у вас на этой площадке такого вебинара нету потому что здесь в основном педагоги дошкольного образования тема интересная я с ней работаю ну как бы в других своих областях для подросткового возраста вот эти методики подходят единственно что мы например не берем монстриков вот этих мультяшных мы берем какие-то уже метафорические карты такие более серьезные мы берем рисунки мы берем мандалы вот я сейчас тоже покажу вот ну и в подростковом возрасте там уже несколько иные проблемы то есть смотрите если сформировалась ну вот как бы вот эта составляющая эмоциональная ну то есть ребенок свои эмоции понимают он их проживать умеет он высшие чувства тоже освоил тогда в подростковом возрасте выходит ну как бы тема регуляции своих эмоций самостоятельно то есть свою эмоцию услышать и сделать ее инструментом продвижения в жизни и там очень много про то чтобы выдерживать фрустрацию когда что-то не получилось там первая любовь не получилось двоек на получал куда-то не поступил вот об этом это про то чтобы чувствовать свои эмоции чтобы учитывать эмоции другого человека там более сложные темы вот про это я рассказала до рисуночная методика но и медитативное рисование то что тоже часто использую это рисование мандал тут у взрослых в моде было одно время все покупали эти вот такие раскраски их раскрашивали но это достаточно сложный культурный образ вот обратите внимание здесь картинки привела то есть образ круга как фигуры которая складывает в себя в целое какие-то отдельные части он есть везде ну и вот обратите внимание на картинку слева вот желтая на черном фоне это буддийская практика а вот эта вот картина она сделана песком ну то есть буквально сидит буддийский монах или студент что одно и то же и он вот так вот песочком насыпает вот эту прекрасную картину очень долго долго и вот медитируя над этой картиной он постигает себя если ребенок не реагирует ни на какие просьбы не слышит совсем педагога что можно сделать а здесь немножко уже не наша тема тамара вы начинайте вводить игры на саморегуляцию вот то есть игры в которых ребенок научиться слышать то есть любые игры где ребенок действует по сигналу ведущего он там должен что-то передать остановиться сменить движение вот с этого начинайте просто ищите игры на саморегуляцию и вводите ваших ход вот она и есть такая методика тоже детская которая называется диагностические мандалы автор александр царьим и тоже есть в открытом доступе и сами изображения и методика тоже есть и и и он использует вот эти вот изображения как диагностический инструмент для того чтобы и снять тревожность и продиагностировать эмоциональную сферу ребенка ну и для того чтобы как-то изменить эмоции это 12 разных мандал то есть там ребенок выбирает изображение которое ему больше всего нравится в данный момент начинает расспрашивать и есть описание того как прочее прочитать вот все эти расспрашенные изображения вот то есть техник очень много я вам такой спектр набросала дальше уже ваши поиски мы используем изобразительные материалы мы используем слово до словесной практике и метафорические карты и все 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 для того чтобы деткам помочь вырасти эмоционально развитыми эмоционально богатыми людьми и потому что это успех это процветание и человек владеющий эмоциями более благополучен в нашем новом мире вот теперь я готова слушать ваши вопросы и отвечать очень хочу начать работать только дистанционно через скайп или сун еще подходящие курсы методики при коммуникации через компьютер ну на самом деле их много для того чтобы работать с эмоциями через зум дистанционно есть много материалов это мультики это фильмы это ваши презентации картинки метафорические карты много-много всего то есть сейчас у нас есть все условия для того чтобы и на тему эмоции поработать удаленно дистанционно это возможно я тоже так работаю и нормально получается если еще вопросы коллеги но вопросов не вижу на всякий случай оставляю контакты презентацию можно скачать она открыта для скачивания ну и я вам желаю успехов в работе с вашими маленькими детьми всего доброго и надеюсь до новых встреч на этой гостеприимной площадке конечно же спасибо по организаторам за возможность выставки